вчера докол вали отсюда пока мы с тебя решить то не сделали вы убили кубок поэтому вас ждет смерть ты всего один а знаешь сколько нас ну вот тут видно вот как их тут полно вот здесь 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 в паре везде лезвенные солдаты в атаку и вот тут показано как здесь лезвенный солдат стоит смотрит вот тут еще группа нападает тут еще вот вот тут еще крушитель конечно же и вот тут я хотел чтобы было видно что поле боя на место то что как неразборчивая картинка надо сейчас что нибудь делать например вот это сойдет назад ёбарь ёбарь а высочный источник энергии вот знаете как я хотел на тесно все остальные не только тебя люди помогают у ул ракеты чего отмечу сумму по геройски и последний все замочили его я убью вас всех до единого вот типа сегодня тут трупы валяются вокруг него типа он в ярости ну конечно они встают потому что это конец миссии и так всегда должно происходить возвращается в первоначальное положение к сожалению это так вот материалы автора тестов ну да это так будете время писать просто это лучше чем все время просмотреть как миссия выглядит изнутри сейчас нам предложат сыграть в следующую мисс как это и так потому что должно быть сиквел операции написано а ну нет что ли ну как хотите давайте так и так и так значит новая жизнь часть 3 кола разобрался с ополченцами я там стил за куо теперь ночь кол стоит на крыше и тут звонок ему окружитель говорит кола я тут кое-что обнаружил и что же долго объяснять лучше взгляни на это окей и так нам нужно встретиться с окружителем он нашел что-то интересное интересное что же это такое что там были равные шансы а этот крушите сами резиновыми солдатами нас подвел я думал он пойдет а он не пришел какая жалость если он пришел а так не получилось не получилось нет теперь пытается вроде как искупить свою вину или просто действует по плану хрен его знает эту брутальную тетку не поймешь что у него там на уме так я пришел все мертвые что случилось ну и на что я должен смотреть вопрошает колу тут была битва но спасибо как я понял а так что было и Бертран вот это уже интересно зачем мне эта информация тип коли даже не знает кто такой Бертран но ведь он не понял к чему это он тут кое-что оборонил например а это сейчас он где-то в башне грехов как ты его узнал шарик установлены и перестают его удивлять сыщик блин не важно нам надо спешить теперь нам нужно за ним следовать возможно нам удастся выйти на самого Бертрана и припомнить ему и его все темные делишки Так, здесь так вот, не допрыгнусь. Иду, иду. Апа. А, ты туда прыгай собирался? Не, всё-таки правильно, а чё же туда-то? Неправильно-то. Ух ты. Подумаешь. Иди за мной. Я знаю, где находятся башни грехов, если чё. Просто, для тех, кто не знает, вообще это довольно интересно, как в сюжетных миссиях, когда нужно за кем-то следовать. То есть, такие два сверхчеловека двигаются вперёд к своей заветной цели. Только у него были эпические предъявления, у меня такого не хватает. И так мы как бы прибыли. А чё это он так заменил ход? Мы же вроде должны идти дальше. Ой, чё. Это здесь, говорит Крушитель. Но ведь башня грехов немного дальше, говорит Коу. Я знаю, нам нужен план. Какой ещё план? Мы даже не знаем, где искать Бертран. Тогда тебе предстоит это выяснить. Ладно. Выясните, где находится Бертран. Итак, никакого плана не будет, пока он не удостоверился, что он там, где предположил Крушитель. И мне нужно это выяснить. Если да, то ему это точно конец. Опа. Я слышу музыку с верхушки башни. Посмотри, что там. Ну, тут, конечно, Крушитель бы до него так просто не докричался. Тут как бы из мобильника идёт звук. Но я так показал, чтобы Крушитель тоже было видно. Ну, вы знаете, что-то играет музыка, да. Значит, там всё-таки кто-то есть. Идём. Мы видим, люди танцуют здесь. Приземляемся. Бертран, наконец-то я тебя нашёл. Прощайся с жизнью. Ты думаешь, я оставил себя без охраны? Что-то я не вижу тут ополченцев. Всё верно, ополченцев здесь нет. Тогда кто тебя охраняет? Типа все люди разлетают в сторону. Да, я не самым лучшим образом это сделал. Тут появляется... Джоан? Именно. И я сильнее, чем ты думаешь. Почему ты работаешь на Бертрана? А Бертран тебя на неё сваливает так беспалевно. У меня на это личные причины. Тебе не обязательно на это знать. Попытаешься меня убить? Я разрешу тебя атаковать первым. Тогда не жди пощады. Да. Джоан какой-то самоуверенный здесь. Он тут один. Подумаешь, что я какие-то сероспособности. Подумаешь, что я просто его засырю сейчас. Офа. Я же ранил тебя. Почему? Сейчас ты чувствуешь то, что чувствовали все, кого ты ранил. Сукин сын. И тут на помощь приходит Крушитель. Умри. Джоан отпрыгивает от удара. И ему угрозит слабак. Крушитель. Нет. Согласитесь, это было сделано довольно красиво. Хоть и в виде комиксов. Лучше не мешай нам с Бертраном. Иначе пожалеешь. Черт. И в это время приходит один солдат. Вот как не вовремя эта солочь сейчас сюда пришла. Стойное крыше. Валяется дохлый Крушитель. И все. Ты убил нашего босса. Ну конечно, что еще можно было подумать. Что? Нет. Ты больше нам не союзник. В следующий раз, когда попадешься к нам на глаза, пиши завещание. Но я не убивал его. Просто блеск. Вот доверие летитым солдат потеряны. Какая жалость. Так это все и выглядит. Дальше. Новая жизнь. Часть 4. Часть 4. Где она? О! Нашел. Извините, я просто снял огурец. Поэтому рыгаю. Ну и по-хорошему, а. Шаокан, подожди немножко. Я сейчас. Просто мне там хоть давайте друзья. И чтобы его там помог. Ко с чем. Итак. Из телефончика Колу доносится голос Дика. Ну что, Кол, прикончил мертвяно? Если бы. На его стороне теперь Джон. Стоит мне в него выстрелить, и на моем теле появляется рана. Серьезно? А ледяные солдаты? Джон убил их главаря. Крушителя. Но кроме меня этого никто не видел. И ледяные твари думают, что это ты его прикончил. Да. Ладно, я попробую выяснить, как ударить Джона. А ты пока потолкуй с ледяными. Так и сделай. И так Кол заново пытается завоевать их доверие. И еще он знает, что Бертрана охраняет такой Джон, который если его не устренешь, то сам будешь ранен, вместо того, чтобы ранить его. Такая небольшая способность, но блин. Очень опасная. Хорошо, что Кол не шараф, но по нему грозуя, иначе вообще капец. Итак, мы приближаемся к лагерю ледяных солдат, чтобы заново завоевать их доверие, попробовать. И, кстати, головарь поменялся, а Крушитель ведь мертв. У них теперь другой головарь. С ним, возможно, будет сложнее. И так вот он, этот здоровый дядька. Что тебе надо, Кол? Я хочу сказать, что я не убивал Крушителя. Это сделал Джон. Продолжение следует...